На этом видео я отвечу еще на один вопрос, переведу ответ Рава Авра Матверского, а именно одна женщина пишет, что она вышла замуж за Ламдана, то есть человека, который изучает Тору очень старательно, и видимо Тармит Хахам, мудрец Торы, и я очень рада, что у меня такой муж, я очень уважаю. Только говорит, он меня совершенно не уважает, и разговаривает часто, как говорят по-английски, дырагаторий, да, то есть очень неуважительно, плохо ко мне относится, и говорит со мной свысока, видимо, не обидчиво. Так, вдобавок, у нас Баруха Шем шестеро детей, я хочу, чтобы он мне помогал по дому, у меня очень тяжело одной справляться, у нас нет денег, чтобы нанять прислугу. А он говорит, что у него самое главное это занятие Торой, и он не хочет прерываться от Торы. Я, говорит, не хочу это говорить, но у меня теперь появляется некая неприязнь к его занятиям Торой, да, она сама как бы осознает, что после такого отношения ее мужа к ней, она теперь уже на его Тору смотрит как бы негативно, потому что, видимо, когда она выходила замуж, она так была настроена, идеалистка, что вот, у меня будет муж занимается Торой, я готова ради этого работать и стараться, и все, но когда он уже у них шестеро детей, он не готов помочь и только занимается Торой, то у него начинается уже настроение несколько другое, вот, и Раф Тверский отвечает следующим образом, говорит, во-первых, Аллаха относится не только к Субботе, к Ашруту, да, законы еврейские, они относятся и к тому, как должен муж относиться к жене, да, Рамбам об этом говорит в законах Ишут, в законах женитьбы нужно уважать, да, как может муж говорить с женой обидчивым образом, это тоже нарушение Аллахи, не меньше, чем нарушение любой другой Аллахи. А что касается помощи по дому, он говорит, что есть две истории про Стайплера, из роли Якова Каньевского, его называют, мудрецом и Стайплером, из места, откуда он происходил, Стайплер Галон. Так вот, есть две истории, говорит, одна, что к нему пришел молодой человек, и когда он уже собирался уходить, не говорится, по какой причине он пришел, но когда он собирался уходить, Стайплер спрашивает его, я, говорит, знаю, вижу, что ты Масмид, Масмид, это значит, человек, который все время занимается Торой, не тратит время зря. Так, говорит, ты должен знать, что и помогать жене очень важно. И ему мальчик, молодой человек отвечает, моя жена настоящая праведница, и она хочет, чтобы я побольше занимался Торой. Так, и ему ответил Стайплер, что это, говорит, ее митцва, а вот твоя митцва помогать ей по дому. В другой ситуации, один молодой человек пришел к Стайплеру, и опять же, видимо, по какой-то другой причине, но заодно Стайплер его спросил, ты помогаешь жене в приготовлении к субботе? Он говорит, конечно, ведь сам Шухонарух говорит, это же халаха, что нужно каждому сделать определенный акт приготовления к субботе, в смысле, что он имеет в виду, этот молодой человек, что действительно есть в Шухонарухе такой закон, что даже большие люди, даже люди, у которых много прислуги, которые какие-то важные люди, пусть хоть что-то сделают для субботы, что это митцва. И это все взято из Талмуда, что один мудрец, допустим, колол дрова, там, другой еще что-то делал, каждый что-то делал, чтобы приготовить, чтобы показать, что он тоже участвует в приготовлении к субботе. Так ему Стайплер сразу понял, в чем дело, и отвечает, что я, говорит, не имею в виду эту халаху, что ты какую-то минимальную акцию делаешь, просто чтобы этим показать, что ты тоже готовишься к субботе. Это ведь можно, эту халаху можно выполнить и минимальным образом. Если, например, люди действительно же будут богаты, у них прислуга, то им не нужно много делать для субботы, но муж должен сделать что-то, чтобы показать, что он тоже готовится к субботе, например, приготовить субботние свечи, которые жена зажжет, или что-то еще. Но это просто халахай именно в отношении того, что он тоже принял участие. А я, говорит, говорю, Стайплер отвечает, у них же семья не такая богатая наверняка, мальчик, который занимается торой, наверняка, у них нету прислуги. Так я говорю не об этом, я не говорю о том, чтобы ты что-то сделал для субботы. Я говорю, чтобы ты реально помог, да, помог, да, например, дом почистить, да, подмести или там помыть полы. Я говорю, прошу тебя от реальной помощи, а не просто эту халаху выполнить. Ну и потом еще одну историю приводит, которую я на другом видео уже привел от его же имени, что Равморда Хагифта однажды, когда услышал, что один из его учеников жалуется, что дома недостаточно чисто, пришел к нему домой, взял швабру и сказал, вот так вот подбитает пол, и так там будет полы, в смысле, что сам помогай. Поэтому, говорит Равцверский, я не могу поверить, что какой-то мудрец Торы мог согласиться с твоим мужем, что он вообще не должен помогать тебе по дому, и что его Тора важнее. И, да, он не представляет себе, что муж нашел какого-то Равина, который в такой ситуации так постановил. Вот, поэтому, говорит, хорошо бы вам вместе поговорить с Равином и разрешить проблему, да, с авторитетом Торы. И на этом заканчивается данное видео. Если вам понравилось, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok